МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучше всего получаются фильмы Гая Ричи, известного британского режиссера. Мне, конечно, с ним полное совпадение в мироощущении, поэтому то, что делает он, созвучно мне и хорошо получается у меня. Такие фильмы, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик», «Шерлок Холмс» замечательно получаются. И мне они нравятся больше всего. Сколько фильмов вообще всего вы перевели? Не считал, не знаю. Это сотни? Ну да, две, три, может. А как родилась идея переводить игры? Предложили. То есть фильмы переводить принялся, потому что другие их переводят откровенно плохо, с моей точки зрения. То есть то, что переводили во времена перестройки, когда там на кассетах с отвратительным звуком, когда переводчик, надев наушники, из пяти предложений расслышал четыре, перевести смог три, сказать успел два, одно из них неправильно. То есть получался такой весьма приблизительный пересказ. «Кино» переводить нормально. Надо, когда у тебя текст английский, из него ты делаешь текст русский, а потом этот текст с выражением зачитывается. Никак по-другому. Ну и в игрушках, собственно, примерно такая же ситуация. Вот позвали когда-то давно, ну, я их штук пять-шесть, наверное, перевел. Продались чудовищными тиражами. Я вообще полезный для зарабатывания денег. Счастливый. Да. Санитары подземелья – это же вообще была ваша игра полностью. Ну, это отдельная игрушка, да. То есть некоторое время, начиная с 96-го года, я напряженно играл. Приближаясь к 40-ка годам, я впал в детство, начал играть в игрушки, поскольку появились компьютеры, на компьютерах были игры. Вот играл в игры, мне это страшно нравилось. Я тогда в милиции службу нес, сутки через трое. Вот сутки душил негодяев, а трое суток стрелял монстров, потом напряженно. Ну и, собственно, такое увлечение. Тогда начали выходить массово журналы профильные, в которых писали про компьютерные игрушки. Но с моей точки зрения, мои любимые игры хвалили недостаточно, поэтому я макнул перо, погнал строку. Много заметок писал, пользовался серьезной популярностью. Меня там, если моя заметка была в журнале, то меня печатали на обложке. Обратите внимание, внутри есть такой шедевр. Ну и из всего этого, в конце концов, сложилась книжка под названием «Санитары подземелья». Это про бравых. Такая псевдофантастика, псевдохудожественная. Я никаких иллюзий относительно своих талантов литературных не питаю. Ну, получилась книжка про бойцов, которые в отдаленном будущем воюют со злобными инопланетянами. И из этого потом построили сначала компьютерную игру «Санитары подземелья», а потом ее продолжение «Санитары подземелья 2». Вот два таких шедевра выпустил. Шедевры безо всяких преувеличений. То есть я на этом деле, я неправильно говорить, мы как коллектив создателей получили все индустриальные призы. То есть у нас там есть такая разновидность наших отечественных «Оскаров» для компьютерных игр. Это была лучшая российская игра 2006 года, лучшая ролевая игра и всякое такое. Сейчас в онлайн-игры? Ну да, но с 2008 года радикально изменилось. То есть когда грянул экономический кризис на родной планете Земля, нашу игрушечную индустрию это зацепило самым серьезным образом. И такие игрушки у нас больше просто не делают. Делают игрушки онлайновые. Мне это уже, так сказать, не сильно интересно. То есть это игры совершенно другого типа. Мир меняется и в играх тоже. «Опер.ру», кстати, сайт ваш, он создавался для написания заметок о чем? Больше об играх? О милиции? Про все на свете сразу. То есть изначально был другой сайт такой, «Квейк.спб.ру». То есть была такая игра «Квейк», и мы там ее яростно обсуждали. Да, она была лучше всех на свете и все такое. Ну, у меня там был свой отдельный уголок, так сказать, раздел под меня заточенный. Но это вещь профильная про компьютерные игры, а у меня там жизненные интересы исключительно разносторонние. Поэтому со временем пришлось отпочковаться со всем уважением. То есть там никаких конфликтов, истерик, уважаемые люди со всеми дружим до сих пор. И прибрался в свой уголок, где я могу писать о чем угодно. С одной стороны – игрушки, с другой стороны, например, политика. Я как человек взрослый, меня это касается самым серьезнейшим образом. То есть все животрепещущие вопросы современности касательно родной страны в том числе мы там обсуждаем. Я всякое пишу, народ ходит, читает. Когда сайт открыл, там в первый же день на него пришло тысяча с лишним человек за сутки. По тем временам было очень много. Ну а в настоящее время там от 100 до 120 тысяч ходит ежесуточно. Как пришло понимание, что надо переходить на видеоблоги? Ну, изначально, так сказать, очевидно. То есть когда начинали, в интернете были только тексты, потому что связь была настолько хороша, что даже тексты пролезали с трудом. Фотографии микроскопические были, никакого видео, это вообще исключено было. Но, в общем-то, мозгом понятно, что сегодня это текст, завтра это отличные снимки, а послезавтра это видео. Видео, естественно, гораздо доступнее, потому что телевизор затмевает все на свете по воздействию на массы. К концу 2012 года у меня было 18,5 тысяч подписчиков на канале в Ютьюбе. И в предчувствии, так сказать, того, что запретят показывать кино, я принялся развивать канал. И в настоящий момент там миллион 125 тысяч подписчиков. Хочется спросить, как у человека, которого непосредственно коснулся закон о запрете мата в кино. Вот какая-то логика в этом вообще была, по вашему мнению? С моей точки зрения, это вообще вещи крайне странные. То есть это подобные законы принимают люди, которые даже не вчерашним днем живут, а позапозавчерашним. Вот у каждого из нас есть телефон. И у наших детей есть телефоны. И в силу возраста, и у внуков тоже есть телефоны. Вот по большей части это смартфон, в котором тычком пальца ты мгновенно попадаешь в интернет. Никакой цензуры там нет. Дети могут смотреть что угодно, начиная от порнографии и заканчивая отрезанием голов. Это вопрос родительского контроля за ними. Ну, с одной стороны, да, безусловно. А с другой стороны, вы ничего не уконтролируете. Ребенок ушел в школу, и чем они там занимаются? Вот они запретили нецензурную брань на киноэкранах, в театрах. Ну, что добились-то? Я лично понять не могу. Я родился в Советском Союзе в 61-м году. В военном городке, там кругом одни коммунисты были. И военные. Да, военные. О том разговаривали. Не самые тупые люди, но почему-то я вот к пяти годам все слова уже знал. Никакого американского кино, никакого интернета, никакого тлетворного влияния Голливуда. Как так получилось? Вот я смотрю, меня на афиши предупреждают, что в фильме присутствует. Нехорошие слова, сцены насилия и какая-нибудь там обнаженка. Ну, если я решительно отвергаю все это, как взрослый человек, наверное, я не пойду. Меня никто туда штыком не загоняет. Ну, а если я, так сказать, осознанно хочу пойти и посмотреть, и заплатить за эти деньги, почему вы мне мешаете? Что это вообще такое? Есть телевизор, национальные телеканалы, где подобные вещи недопустимы. Как вообще оцениваете будущее видео для средств массовой информации? Радостные и просто рутинные события можно освещать понятно, хорошо и так, чтобы это было ясно, что что-то делается. В этом, на мой взгляд, вот абсолютно ничего хитрого нет. То есть это вот вчерашний день, когда нужна была очень крайне дорогостоящая оборудование для съемок, свет, студии, звук, специалисты, которые все это делают. С появлением интернета оно все вообще умерло. Возьми телефон, в нем есть видеозапись. Вот, нажми и ходи с этим телефоном на палке, без палки, снимай, показывай, комментируй. И это вызывает гораздо больше интерес, потому что публика это воспринимает вот как настоящее, живое. Дмитрий, у себя в рубрике «Разведопрос» вы, по сути, то же самое ведь и делаете. Приходят люди и говорят о том, что у них происходит, кто они такие, что делают. Вот, ну да, я там по большей части историей занят. Мне интересно мнение неангажированных и непредвзятых граждан. Например, с чего началась Первая мировая война, откуда взялась Вторая, как революция в России произошла. Что же было с родной страной? Почему это было так? И какие события происходили, и к чему это привело? Вот, в таком ключе разбираем, то есть сижу, беседую с историками, потом из этого выпускаем книжки. Отдельную узкую тему возьму, которую вы неравнодушны предлагаете. Это миф о сталинских репрессиях. Были ли при товарище Сталине репрессии? Да, были. Давайте пыль улеглась, собственность поделили, деньги у тех, у кого надо. Ну давайте разберемся, уже вот без воя, закатывания глаз и без пены. Давайте разберемся, если этих людей судили, и если они оказывались в местах лишения свободы, или приговаривались к высшей мере судами, есть документы. Давайте посмотрим по документам, сколько же человек было привлечено к ответственности, сколько расстреляно. Дальше давайте поглядим, по каким статьям. Дальше давайте разберемся, про что 58-я статья. Если вам кажется, что она политическая, ну, измена родине – это политическое преступление или нет? Надо за него расстрелять, гражданина, или нет? Бандитизм – это политическое преступление или нет? Ну давайте как-то и внезапно обнажиться, что подавляющее большинство граждан, пострадавших от репрессий, они пострадали за совершенно конкретные уголовные преступления. Тут не надо никаких иллюзий питать. Закончилась Первая мировая война. Всем было ясно, всем, и ужас, товарищу Сталину тоже, что через 20 лет война продолжится. Никто никаких иллюзий не питал. Всем было понятно, никто, гражданин Гитлер, не скрывал, что он пойдет завоевывать жизненное пространство на восток. Он об этом говорил прямо. Книги писал. И надо было готовиться к визиту лучшей армии планеты Земля. Ну, наверное, надо. На это было 20 лет. То есть поднять страну из разрухи и отбиться в самой страшной войне человечества. Успешно пробежали эти 20 лет под руководством этого чудовищного упыря. Да, успешно. К войне подготовились, войну, что характерно, победили. Война закончилась в Берлине, а не в Москве. А кино, 28 панфиловцев, деньги на него долго собирались? Два года. То есть, ну, собрали на него 35 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд в родной стране, так называемого краудфандинга. Это когда общественность сдает деньги, и на эти деньги реализуется некий проект. Министр культуры Российской Федерации от Министерства культуры выделил 30 миллионов рублей. Договорился с министром культуры Казахстана, который выделил еще 19 миллионов рублей. Ну, и остальное выдал наш отечественный частный бизнес. Ну, кино прокатали. Я не могу сказать, что оно там денег срубило, как трансформеры, так не бывает. Ну, тем не менее, да, успешно отбилось и даже что-то, по-моему, принесло. А такой опыт возможно повторить в кино? В России. Можно еще на какое-то кино собрать деньги таким образом? Можно, конечно. То есть, на мой взгляд, без проблем. От чего зависит? Ну, например, если на государственном телевидении проводить сбор денег, именно на телевидении, где люди там смс-ку 100 рублей, там 200 пошлю, то, да, там миллионы можно насобирать. Ну, этим никто не занят. Тут дело-то не в кино и не в деньгах. Дело в конкретных людях. Кино снимал конкретный режиссер Андрей Шалепа. Вот Андрей, спортсмен, отец большого количества детей. Вижу цель, не вижу преград. Были деньги, не было денег. Он взял и снял кино. 28 панфиловцев. Отличный фильм. Еще про войну хотелось бы что-то вот снять или поучаствовать в чем-то. Какая тема из военной недостаточно раскрыть? Да я бы что-нибудь поближе, наверное, если конкретно то, чего мне хочется. Я бы чего-нибудь из того, что поближе. Вот у нас сейчас гражданская война на Украине идет. Многие рассказывают, что это там братский народ. Это не братский народ. Мы один народ вообще. Никакого братства там нет. Это одно и то. Это мы фактически. Но живущие на юге. Ну, вот там гражданская война. Люди там воюют осознанно, добровольно. Вот про них мне интересно. Дмитрий, спасибо огромное. В студии Город Плюс был переводчик, писатель, публицист и видеоблогер Дмитрий Гоблин-Пучков.